в одних мыслях. Аминь. Мы прочитаем все вместе. 1 Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Аминь. И если коротко поразмышлять об этом стихе, то мы снова приходим к мысли, к осознанию, что именно только полнота Святого Духа может позволить нам быть в одних мыслях, в одном духе, чтобы не было разделений. А в противном случае, если нет полноты Святого Духа, то ветхий человек, сердце каждого, сердце каждого человека, вот ветхий человек каждого, он будет тянуть одеяло на себя. И это одеяло будет тянуться не по справедливости какой-то, даже своей. Это одеяло будет тянуться не просто потому, что человек имеет жизненные какие-то принципы. Нет. Это одеяло будет тянуться в зависимости от выгоды ветхого человека в той конкретной ситуации. И это настолько скользко и непонятно, что даже объяснить сложно. Но я попробую. Например, в этой же ситуации этот ветхий человек может говорить одно, а завтра в такой же ситуации, если ему невыгодно, он может сказать другое. Например, в такой ситуации мы должны помогать кому-то. сегодня этот ветхий человек, он захочет в такой же ситуации, такому же человеку помогать. Но завтра, если это не будет ему выгодно, что-то случится, этот же человек, будучи ведом ветхим человеком в его сердце, не захочет помогать. Единство в ветхом человеке без полноты Святого Духа не может и невозможно быть, чтобы это единство было не только в церкви или в семье или еще где-то, но в самом человеке невозможно, чтобы в нем было единомыслие. Во всех ситуациях те же мысли. Куда еще говорить об единстве в каком-то коллективе, в семье или в церкви? Если человек в самом себе не имеет единства, он сегодня скажет одно, завтра сделает другое, а послезавтра будет ссориться, что он и тогда, и тогда прав. Но умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы все соединены были в одном духе и в одних мыслях. Чтобы исполнить это, нужно помнить о молитве, о полноте Святого Духа и о том, что мы слышали от начала. Вот это «умоляю вас, братья», я могу прочитать этот стих по-другому. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, молитесь в каждый день и наполняйтесь Святым Духом, чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. «Умоляю вас, братья, освящайте воскресный день и исполняйте Божьи заповеди, чтобы не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены одним духом и в одних мыслях». Этот стих, и это «умоляю вас, братья», умоляю вас, братья, поймите, что осветиться возможно, потому что это делаете не вы, а кровь Иисуса Христа, кровь Нового Завета, деяниями и силой Святого Духа. Так что, да не будет разделений, но соединитесь в одном духе и в одних мыслях, рожденные от Евангелия Святости. Библия сегодня нас умоляет вспомнить то, что мы слышали от начала. Библия на сегодня умоляет горячо молиться. И так да мы сможем исполнить этот стих. Ваиме Иисуса Христа. Аминь. 1 Коринтени, 1,10. 1 Коринтени, 1,10. «Вои, мдэм, фрацилор, пентру нумея Домнолуи nostру Иисус Христос, са авиати тоци акеллаши филдеворбири са на авиати дезбинерий интри вой, ща са фиѣ ў љць љць юниѣі љць љць, , ѝн љць 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 љць, љць љць љць, љць љць, 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 љць,элље, Субтитры подогнал «Субтитры» «Este imposibil să ne sfințim» Oamenii care spun că este imposibil să împlinim poruncile Și le anulează în loc să le împlinească Acei oameni n-au plinătatea Sfântului Duh Acei oameni pur și simplu au stins Duhul De ce noi putem să înțelegem De ce ei spun că este imposibil? Acum despre unire Aici se spune despre o unire Unitate desăvârșită Să fiți uniți în chip desăvârșit Dacă noi nu avem plinătatea Sfântului Duh Noi rămânem în activitatea sufletească Pe temelia omului vechi Pe temelia omului care trebuie răstignit Și haideți să cugetăm puțin Omul răstignit Omul vechi care trebuie răstignit Omul egoul nostru vechi Cum el activează? Ce principii de viață el are? El are doar un principiu Fă ceea ce ți-i profitabil Atunci când ți-i profitabil Așa cum ți-i profitabil Unicul principiu al omului vechi De aceea, chiar dacă el Dorește azi să facă un bine De exemplu la un om Dacă lui e profitabil Sau pe dânsul tare Nu-l atinge lucrul acesta El va spune la toți Că trebuie de făcut bine la omul acesta Și va arăta exemplu azi Cum să faci bine la oameni Însă mâine Tot aceeași situație Tot același om Dacă lui nu este profitabil El nu va face Și va spune la toți Că el este corect Că nu face Va convinge Se va strădui să convingă pe toți Că deja așa este drept Și se va svădi cu toți Pentru că el este drept Și atunci și atunci Ce doresc să spun Omul vechi Principii n-are Omul vechi Se schimbă Astăzi Spune una Mâine face alta Și cu toți Se ceartă că el este corect Și că a spus una Și a făcut alta Omul vechi Principii n-are Omul vechi Trebuie răstignit Unitate Omul care trăiește Cu omul vechi În inimă Nu poate avea unitate Chiar în el însăși Ce să mai vorbim Despre colectiv Careva Ca familie Biserică Sau la lucru Și încă undeva Omul Însăși omul Întrânsul Unitate N-are El ieri A spus una Și unitate Cu ceea ce a spus Ieri N-are astăzi El însăși Nu poate să aibă Această unitate Și pace Cum noi putem cere Din așa om Unitate în colectiv De aceea Oamenii care Nu se roagă Nu se umple Cu Duhul Sfânt Ei nu pot fi fericiți Este imposibil Așa om Să fie fericit Oamenii aceștia Spun că Este imposibil Să te rogi Dar noi le spunem Este imposibil Să fii fericit Fără rugăciune Ei își spun Singur lor Este imposibil Să fiu fericit Este imposibil Să te Sfințești Eu voi citi Acum noi trebuie Să răspunem și la întrebări Eu voi citi Încă o dată Acest verset Cum l-aș citi Eu astăzi Vă îndemn Fraților Pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos Să vă rugați În fiecare zi În plinătatea Sfântului Duh Să capătați În fiecare zi Plinătatea Sfântului Duh Să credeți În Evanghelia Sfințirii Și să înțelegeți Unde este Fericirea Ca să aveți Toți Același fel De vorbire Să n-aveți Dezbinări Între voi Ci să fiți Uniți În chip Desăvârșit Într-un gând Și o simțire Versetul de astăzi Sună anume așa Să ne ajute Domnul să-L împlinim În numele Lui Iisus Hristos Amin